Ситуация вокруг Аллы Борисовны Пугачевой вызывает много вопросов. Кажется, что дива отечественной эстрады в последнее время немного сбивается с ноты. Ее свежие высказывания, необычные танцевальные терформансы и заметные изменения во внешности, мягко говоря, настораживают. Сегодня вокалистка знаменитой композиции «Миллион алых роз» поделилась новым видео, в котором с явной иронией отреагировала на слова своей дочери Кристины Арбакайте и ответила на критику исполнителя Стаса Михайлова, высказавшегося о ситуации в шоу-бизнесе. Об этом и поговорим немного, а пока подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Отметим, что накануне 75-летия Алла Борисовна представила публике свою новую песню, вызвавшую смешанные отзывы слушателей. Не беспокойся за меня, мои силы в твоей любви. Мнения зрителей разделились на две стороны. Одни считают, что новая песня недостаточно сильна, а голос певицы уже не тот, в то время как другие утверждают, что это шедевр. Среди последних оказался бывший супруг певицы Филипп Киркоров, который в своем посте выразил восхищение творчеством Аллы Борисовны. «Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея», написал Филипп Киркоров. А вот не менее популярный исполнитель Стас Михайлов высказался в адрес Пугачевой очень резко. «Не буду называть по именам тех людей, которые говорят в адрес нашей страны, какие-то неприятные вещи. Я скажу так, что это не совсем корректно. Потому что они должны понимать две элементарные вещи. Во-первых, именно Россия их сделала узнаваемыми и значимыми людьми. Как только они перестанут это понимать, они перестанут существовать как личности. А во-вторых, и это простая вещь, они все еще на коленях приползут и будут стоять у России и целовать ноги», заявил Стас Михайлов. Фанаты певицы также раскололись во мнениях. Одни восхваляют смелость и откровенность певицы, но их меньшинство, в то время как другие критикуют песню за недостаток профессионализма и политическую окраску. Алла Борисовна, в свою очередь, решила ответить Стасу Михайлову и опубликовала видео, где ее образ и голос кажутся совсем не такими, какими мы привыкли их видеть и слышать. Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. «Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй туда, зарабатывай пока можешь. А если уж вернусь ей-богу, скажу, что думаю». «А чего я могу сейчас? Редиска ты, Стасик», заявила рассмеявшаяся в конце своей речи Пугачева. Похоже, Алла Борисовна не помнит о возвращении в Россию ее дочери Кристины Арбакайте, которая считает вполне приемлемым заработать, пока есть возможность. Когда журналисты спросили Кристину Эдмундовну, насколько долго она планирует оставаться в России, певица заявила, что она здесь живет. Однако, вероятнее всего, Алла Борисовна просто нервничает. И, честно говоря, есть причины для этого. Недавно в Государственной Думе был сделан запрос в МВД с предложением рассмотреть возможность конфискации замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь в соответствии с новым законом о конфискации имущества. На данный момент, несмотря на все проблемы с продажей, Звездный дворец все еще оценивается риэлторами в один миллиард рублей. Согласно записи в Едином государственном реестре недвижимости, особняк зарегистрирован на имя Максима Галкина и, учитывая его статус иностранного агента, шансы на конфискацию весьма велики. Звездная пара так и не смогла вовремя продать замок, и сегодня есть довольно большие шансы на то, что он будет переоформлен в пользу государства. На этом пока все. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!